Добрый день, дорогие друзья! Спасибо, что присоединились к нам. Это школа для пациентов, которая организована Фондом развития отечественной науки, техники и медицины ФронтМед и научным центром неврологии. И сегодня занятие в этой школе проведет врач-невролог, научный сотрудник штурм-неврологического отделения нашего центра пендент медицинских наук Инна Савадимовна Закройщикова. Здравствуйте, Инна Савадимовна. Добрый вечер. Добрый вечер. И сегодняшняя тема – это российский рост и беременность. Все, что связано с этим состоянием, препараты, которые можно и нужно применять во время беременности и многие другие вопросы. Как обычно, вначале я скажу несколько слов о фонде и о нашем центре. После этого Инна Савадимовна прочитает свою лекцию для пациентов и ответит на вопросы, которые вы присылали нам до эфира. И несколько вопросов, которые пришли во время эфира, мы тоже, я надеюсь, захватим. И я хотел обратить ваше внимание на то, что мы не имеем права называть коммерческие названия препаратов в эфире, и поэтому, если речь пойдет о каких-то лекарствах, мы будем использовать генерические названия – международные патентованные имена. Итак, несколько слов о фонде FrontMed. Он был организован в 2022 году. В состав его учредителей вошли представители дирекции научного центра неврологии, вы видите их на экране, и представители институционной компании «Велес Капитал». И целью работы этого фонда является поддержка российской науки. Это привлечение ресурсов для проведения современных научных исследований в области здравоохранения, в первую очередь в области неврологии. Это объединение ученых, врачей и разработчиков медицинского оборудования – это в целом повышение качества медицинского образования и медицинской помощи пациентам в нашей с вами стране. Глобально фонд позиционирует себя как фонд, направленный на поддержание и сохранение здоровья мозга человека. Экспертной базой фонда и его наиболее серьезным партнером является научный центр неврологии. Это учреждение, где мы с Иннасой Владимировной работаем, ведущий центр нашей страны в области неврологии и нейронаук. Он существует уже почти 80 лет, у нас будет юбилей в следующем году, и занимается практически всеми неврологическими заболеваниями, а также нейрохирургией, реабилитацией нейрологических пациентов, фундаментальными исследованиями в области мозга и его заболеваний и так далее. И переходя непосредственно к теме нашей сегодняшней встречи, говоря о рассеянном склероде, фонд ФронтМед поддерживает ряд исследований, посвященных этому заболеванию, которое проводится в нашем центре. Если у вас есть возможность, вы можете их поддержать или пригласить кого-то, у кого есть такая возможность их поддержать. Это диагностика прогрессирующей мультифокальной лейтенцифалопатии, тяжелого осложнения терапии и рассеянного склероза и диагностика редких форм демилизирующих заболеваний. По QR-коду, который вы видите на слайде, вы можете подробнее узнать о работе фонда и работе в ходе этих исследований. Кроме того, фонд занимается образовательной деятельностью не только среди врачей, но и среди пациентов. И вот в рамках этой деятельности вышла книга, говорим о рассеянном склерозе, это переводное издание, в переводе которого принимали непосредственно участие наши сотрудники, которые занимаются рассеянным склерозом. Эту книгу можно приобрести, и мы рекомендуем ее как такую инструкцию по жизни с рассеянным склерозом не только для пациентов, но и по многому для врачей. И кроме того, фонд правовой школы для пациентов, собственно, одна из них сейчас в эфире. У нас уже прошло два занятия, посвященные общим вопросам рассеянного склероза, и его прочитал, это занятие провел Тараса Олеговича Симоньев. На прошлой неделе была встреча с Дарьей Дмитрием Елисеевой, с которой мы разобрали основные препараты и методики лечения рассеянного склероза. Ну и сегодняшнее третье занятие пройдет у нас с беременностью при рассеянном склерозе. На свадьбе, наверное, вам слово. Сегодня будет наше занятие с вами посвящено рассеянному склерозу и достаточно непростому вопросу, а именно планирование беременности. Потому что, наверное, около даже 10 лет назад вставал об этом, когда стал вопрос о возможности планирования беременности. Очень часто мы слышали от пациентов и вообще от врачей, от многих экспертов, то, что лучше не рекомендуется, потому что есть такие и такие особенности, потому что возможны влияния течения заболевания, риски, например, исходов, неблагоприятных исходов беременности. И сейчас со временем у нас эта база достаточно широко приобрела такой объем информации, мировой информации, на основании которой будет построен мой доклад о том, что рассеянный склероз – это не противопоказание для беременности. И что если грамотно подойти к этому вопросу совместно со своим врачом, то все возможно благополучно и на дальнейшее развитие как ребенка, как и мамы, и как бы сохранить полноценной такой семьи. И хотелось начать с того, что вот как раз-таки был проведен опрос среди пациентов с рассеянным склерозом. И мы видим, что достаточно большие проценты, а именно 88% пациентов с рассеянным склерозом, они обеспокоены именно тем, что они не смогут вообще иметь детей по причине данного заболевания. И несмотря на то, что исследования показывают, что они все же могут забеременеть и нормально зародить здоровых детей, нормально пройдет беременность. И все же они к этому вопросу относятся с осторожностью. 17% пациентов с рассеянным склерозом вообще не говорили с врачом общей практики по планированию семьи. 35% не говорили с невологом и также со специалистом по рассеянному склерозу о возможном планировании семьи, потому что вы могли получить информацию в интернете от различных источников и поставить себе этот вопрос закрытым и даже не спросить специалиста. 62% пациентов проявили, конечно же, опасения относительно передачи ребенка в заболевание. И как раз мы сегодня очень много поднимем вопросов. Эта часть вопросов, естественно, будет поднята и большинство других. И также больным рассеянным склерозом сложно принять это решение о планировании семьи. И, как правило, это связано с тем, что они не получают полноценной информации. Как вести, возможно, и вот тут как раз распределено на три блока. Как вести до беременности, возможно ли беременности, какие есть вероятные нежелательные явления или исходы беременности и послеродовой период. Мы видим, что до беременности в основном вопрос о влиянии наличия заболевания рассеянной склерозы на возможность вообще наступления беременности и какое будет влияние на развитие плода. Возможно ли влияние беременности и какой отдаленный прогноз на заболевание. Потому что много мы тоже слышали и давно слышали, что, возможно, после беременности активность процесса начинает возрастать и это может привести к усугублению. А это значит, что мы можем говорить о тех моментах, насколько мама может заботиться о своем ребенке. Методы контрацепции, их влияние на течение рассеянной склерозы, рекомендации по применению Питерс, какие у нас есть препараты, какие возможны во время беременности. Это мы тоже сегодня все обсудим. Как протекает беременность, влияние беременности именно на активность. То, что я обсуждала, говорила до этого, на частоту обострения, на прогрессирование заболевания, оценка и лечение симптомов обострения во время беременности. И очень часто приходят мои пациентки с просьбой, чтобы была запись от меня, как от невролога, специалиста по рассеянному склерозу, о каком виде родоразрешения можно. Потому что акушеры-гинекологи часто прибегают, когда видят этот вопрос, вопрос заболевания, сочетание с беременностью. Очень большой, на самом деле, процент, который относит к тому, что необходимо допустить кисарево сечения пациентки и не идут ни на какие уговоры. И поэтому мы действительно, вот как раз эта тема посвящена очень тонким вопросам, и мы их сейчас обсудим. Ну и в послеродовой период, тоже какая, возможно ли, повышение частоты активности, какие питерсы можно использовать, какие сроки возобновления терапии, психологическое состояние матери, и также осуществить, как я уже говорила, да, возможно ли, вопрос того, что рассеянный склероз, активность заболевания и возможность нормально осуществлять свой уход за ребенком. И вот как раз начнем по вопросам. Первый вопрос. Влияет ли беременность на частоту обострения рассеянного склероза? Было доказано, что во время беременности наблюдается именно снижение частоты рецидивов, а именно снижение частоты обострения. И это связано с иммунопосредственными определенными реакциями, которые взаимосвязаны с гормональными реакциями. Действительно, было доказано, что период беременности снижается при рементирующих, мы сейчас касаемся вот такого общего, да, рассеянного склероза, всегда есть индивидуальные, ну, например, рементирующие рассеянные склерозы, если происходит беременность, то, как правило, снижается активность заболеваний, как представлено на данном слайде. Допустим, вы видите, здесь вот два обострения, да, такие горки, можно сказать, возвышенность здесь указала молниями, и снижение активности процесса. И вот наступает, как бы, само снижение активности, наступает беременность, и мы видим, что она снижается, и максимальное снижение активности заболевания именно наблюдается в третьем триместре. И было доказано, что на значительную активность заболевания, потому что очень часто мы слышим, что после родов сразу нужно принимать пить и разбросать. Нет, во-первых, все индивидуально, все в зависимости от течения, от того, как у вас протекала беременность, но по данным литературы, международной литературы, значительно увеличивается активность только через 6 месяцев после родов. И вот здесь вот как раз-таки мы будем тоже затрагивать вопрос по поводу лактации в этот период, до 6 месяцев. Но этот факт, что через 6 месяцев начинается активность, это доказано, и поэтому здесь действительно нужно уже работать с возобновлением терапии. Но это мы сейчас обсудим с каждым препаратом, когда что и какая лактация. И какая лактация возможна на каком препарате. Второй вопрос, потому что всегда мы оцениваем, и вы сталкиваетесь с тем, что врачи всегда говорят, может быть, вы слышали такой термин статус недо-3. Это тот статус, к которому стремится во всем мире неврологи, достичь статуса недо-3. Это что нет активности клинической, значит нет обострений, нет активности, а именно нет нарастания балок в шкале ИДСС, который оценивается как шкала инвалидизации, с помощью которой мы оцениваем, есть прогрессирование заболевания или нет. И также отсутствие активности новых очагов при МРТ-исследовании. Это вот три таких показателя. И поэтому мы, естественно, их оцениваем, и проводились неоднократные исследования, которые оценивали вот этот момент на то, что, как я говорила, на частоту обострения во время беременности. И вот как раз-таки нарастание шкалы инвалидизации. Есть по баллу по шкале инвалидизации. И было проведено исследование, которое доказало, что показатель балла по шкале ИДСС через 5 и 10 лет после родов у женщин с рассеянным склерозом существенно не отличалось от показателей у женщин с рассеянным склерозом, у которых не было беременности. Это говорит нам о том, что на прогрессирование инвалидизации беременность не влияет. Если все плавно идет, я еще раз говорю, это вот мы сейчас касаемся классического варианта ремитирующего течения. Когда можно начинать планировать беременность? Всегда это затрагивает вопрос по поводу того, что какие препараты, это мы тоже чуть-чуть попозже об этом поговорим. Но если терапии Питерс не было, вот допустим молодая девушка поставлен диагноз рассеянный склероз и она планирует беременность в ближайшее время. Здесь раньше были такие данные, что да, можно начинать Питерс, лучше сейчас забеременеть и после беременности уже начать Питерс. Нет, сейчас уже концепция поменялась и по всем мире рекомендуют, если не было Питерс, то назначить. И в зависимости от того, сколько было обострений за предыдущий год, уже смотреть стабильное состояние. Если было одно обострение, допустим, да, вот дебют заболевания, и пациентка на терапии желательно находиться в течение целого года. И если в течение года на терапии Питерс у нее нет новых очагов, нет обострения, она себя чувствует прекрасно, вот в этот момент можно планировать уже беременность. Если же было более двух обострений, два и более за предыдущий год, то здесь уже желательно, чтобы пациентка находилась на терапии Питерс в течение как минимум двух лет, ну от одного до двух лет, и чтобы это состояние было стабильным. Это очень важно, потому что мы знаем, что есть агрессивные формы рассеянного склероза, и, как правило, там уже немного другой подход, и другой подход по терапии. Мы это будем затрагивать, именно когда у нас вопрос касается терапии. В данном случае здесь вот как раз продемонстрировано, да, видите, что, например, две атаки клинические, стабилизация на терапии Питерс в течение двух лет, и спокойно можно планировать беременность. Влияет ли рассеянный склероз на неблагоприятные исходы беременности и плод? Как данные показали, что рассеянный склероз, он не связан с преждевременными родами и с самопроизвольными абортами. Он также не ассоциирован с повышенным риском специфических нарушений обучаемости, синдрома дефицита внимания, гиперактивности, расстройства аутистического спектра у детей в будущем были проанализированы детки, у которых были родители с рассеянным склерозом. Но исключительно повышен риск инфекции во время беременности, а также риск преждевременных родов у пациенток, у которых есть сопутствующие хронические заболевания, например, хронические инфекции тазовых путей, мочевыводящих путей, которые могли также спровоцировать преждевременные роды. Поэтому очень тщательно всегда, вообще, когда пациентка планирует беременность, любая пациентка или даже любая девушка, естественно, она проходит скрининг, на определенные инфекции, это всегда все проходит. Но здесь именно хотелось отметить, что вот этот риск инфекции, который может приводить к беременности, это к преждевременным, например, родам или каким-либо последствиям, это если сопутствуют хронические заболевания, сопутствующие есть, и они могут влиять на, именно они могут спровоцировать данные нежелательные явления. И часто задается вопрос, возможно ли передача ребенку данного заболевания. Рассеянский рост не является наследственным заболеванием. Но были проанализированы данные, и вы видите, что абсолютный риск это 3-5% как зависимый, есть общая популяция, например, 0, но у здоровых родителей может, если зачастую, вы сами сталкиваете с тем, что у пациентов, например, в анамнезе, у кого никогда в семейной анамнезе не было рассеянного склероза, то этот риск всего лишь 3-5%. Генетический фактор, который имеет под собой именно генетический фактор наследования. Есть определенные гены, которые именно связаны с иммунитетом, исследуются, но также мутация в этих генах не говорит о том, что возможность передачи высока. Достаточно всегда сложный такой вопрос, это вспомогательные репродуктивные технологии и рассеянный склероз есть достаточно противоречивые данные. Но по данным, которые я проанализировала, было выявлено, что использование вспомогательных репродуктивных технологий при рассеянном склерозе не противопоказано. И рассеянный склероз сам по себе не влияет вообще на успех или неуспех процедуры вспомогательной репродуктивной технологии. В случае неуспеха, вот здесь такой момент, вспомогательные, когда не получилось, то вы сами знаете, что вспомогательные репродуктивные технологии там происходит достаточно гормональная интенсивная нагрузка. И вот если произошел неуспех, то тогда увеличивается риск развития обострения после неуспеха. И при необходимости здесь я тоже выделила, то что возможно использование гормональной терапии. И здесь, конечно же, желательно, если вы идете на такое, чтобы врач, который гинеколог с вами этим занимается, кушер гинеколог, то тоже взаимодействовал с неврологом, потому что, например, нежелательно использование агонистов гонотерапин-релизинг гормона, потому что повышается риск обострения в течение 3-12 месяцев после использования. И в данном случае рекомендованы предпочесть антагонисты гонотерапин-релизинг гормона имеются отдельные сообщения о повышении риска обострения через 3 месяца, но они достаточно минимальны. И в данном случае, когда, например, произошла неудачная попытка вспомогать репертуитивные технологии, то, чтобы избежать риски, то необходимо использование питерс. И какие же у нас есть питерс, на которых можно беременеть? Именно беременеть. То, что вы находитесь на терапии данными препаратами, и никакие не нужны специфические методы выведения препарата, или что вы просто на этих препаратах спокойно можно планировать беременность и беременеть. Это латиромирацитат, высокодозные интерфероны бета-1А и бета-1Б, низкодозные интерфероны бета-1А, самопегилированный интерферон бета-1А. Это новый препарат, который входит у нас сейчас в использование. Пегилированный интерферон, апегинтерферон бета-1А, диметилфумарат. Вот тут хотелось отметить, потому что очень много данных там, то, что вымывать нужно. Диметилфумарат можно отменять сразу же по факту беременности. Или же есть тоже сроки, если вы все-таки прям планируете, планируете, знаете, что сейчас, скорее всего, будет очень удачная попытка, то за две недели до планированной даты. Как правило, до такого активного действия к планированию беременности. И из инфузионных препаратов это натальюзмаб, на котором спокойно можно беременеть. Какие питерс разрешены во время беременности? Когда у вас уже произошла беременность, и тут встает вопрос, в зависимости, на каком вы препарате были, или если вы были на препарате глацеромера ацетат, высокодозный интерферон бета-1А и бета-1Б, гилированные бега-интерферон бета-1А, то на этих препаратах возможность их применения во время беременности, она доказана, то, что и разрешается, это всегда обсуждается тоже с шаром-гинекологом и с инфрологом при необходимости, и если пациент хочет продолжить терапию, мы, естественно, не настаиваем, потому что всегда очень повышается такая тревожность заплота, и есть данные, доказали данные, что препараты можно использовать, но все равно некоторые пациенты не прекращают прием, но вот чтобы вы понимали, да, вот эти препараты, они разрешены, и что касается натализумаба, да, инфузионного препарата, то он были и есть доказан эффекту, что его необходимо, как бы его рекомендуется использовать, почему, сейчас объясню, если вот эти все инъекционные препараты глотирамироцитат, интерфероны бета-1б, воскодозный, эпигелированный интерферон, это, как вы знаете, это препараты первые, они применяются для лечения ремитирующего рассеянного склероза, то натализумаб, это препарат уже относится как во второй линии высокоэффективной терапии, и этот препарат, он именно назначается пациентам, у кого высокоактивное течение рассеянного склероза или агрессивное, изначально быстро прогрессирующее течение рассеянного склероза, и тогда мы понимаем, что это группа пациентов, у которых достаточно часто были обострения, и обострения могли быть тяжелыми, и даже если очень хорошее восстановление, и никакой симптоматики на этот нет, и пациентам, естественно, назначается препарат, и вот они находятся на данной терапии, то, конечно же, с таким агрессивным течением заболевания рекомендуется продолжить терапию натализумаба во время беременности до 30-34 недели беременности, но уже на расширенном интервале. Врачи, как правило, знают расширенный интервал, поэтому и были исследования, которые доказали, что те пациенты, которые находились во время практически полного периода беременности, до 34 недели на этом препарате, по сравнению с теми, кто отменил препарат по факту беременности, то после родов возобновление активности у этих пациентов, которые были на препарате во время беременности, существенно низкое по сравнению с теми, кто уже отменил, потому что, как правило, у пациентов с агрессивным течением рассеянного склероза, с высокоактивным течением, если после беременности, после родов, у них, как правило, активность возобновляется, и поэтому в данном случае здесь и Наталья Зумап тоже и во время родов, как бы вот до 34 недели и после, например, уже родов, то, естественно, рекомендуется в течение, как бы после 10 дней возобновить как можно быстрее терапию. Это что касается именно агрессивных форм рассеянного склероза. Какие питерсы не разрешены во время беременности? Вы знаете, первая и вторая линия, но здесь я хотела для удобства вам действительно выделить, какие у нас есть таблетированные формы, какие у нас есть инфузионные и какие у нас есть инъекционные. К таблетированным формам относится терифленамид. Терифленамид доказал то, что на нем может быть тератогенный эффект и поэтому его во время беременности применять нельзя. И если вы на этом препарате и планируете беременность, то на этом препарате рекомендуется контрацепция и естественно и когда вы уже планируете беременность, это 3 месяца, если для препарата сам выводится из организма или процедура ускоренной лиминации. Это врачи тоже вам, если вы захотите например применить, они вам расскажут какие есть варианты. и после того у нас в лабораториях различных и частных лабораториях можно выполнять на наличии концентрации данного препарата в крови и тем самым вы можете действительно видеть насколько вы провели хорошо иллюминацию, что он у вас не находится в крови и тогда планируется беременность. Но по факту и вообще скажу по своей практике, когда молодая пациентка и планирует беременность допустим не сейчас но через 3-4 года может быть даже не планирует но мы это предсознательно понимаем что очень много может измениться в жизни человека и мы как правило такой препарат не назначаем молодым девушкам и тем которые могут репродуктивного возраста потому что в момент как раз таки вот этого вымывания препарата может быть случится обострение и случается обострение мы лечим и это тоже у нас случается то что срок растягивается когда можно планировать беременность и что хоть у нас такая сегодня можно сказать женская тема но здесь хотелось отметить что терапинамид проникает в семенную жидкость и тем самым те пациенты которые находятся на терапии терапинамидом например мужья ваш им тоже не рекомендуется планировать беременность потому что есть возможность передачи именно во время когда идет оплодотворение фенглимот препарат тоже таблетированный применяется здесь рекомендуется контрацепция контрацепция на данном препарате и в течение двух месяцев после прекращения его приема вот этот отмывочный период два месяца также может быть обострение в течение этого отмывочного периода поэтому еще раз говорю когда у нас вот эти сроки элиминации препарата достаточно длительные мы конечно же эти препараты не очень рассматриваем как например старт для пациента который планирует семью дальнейшим и фенглимот здесь если пациент находится если беременность прошла замечательно то тут желательно начать его сразу же как после родов в течение 10 дней после 10 дней после рода диметилфмарат как я уже говорила отмена по факту беременности или две недели до планируемого активных действий к беременности кладрибин на этом препарате как вы знаете это или нет сейчас напомню это у нас таблетированный препарат который применяется двумя курсами в первый год курс в первый месяц там до 10-12 дней в зависимости от веса там рассчитывается именно пациента через месяц такой же курс через год повторяется такой же двухмесячный курс и тут получается то что здесь вот вы закончили прием кладрибин и через 6 месяцев после последней таблетки когда вы птили спокойно можете планировать беременность что касается лактации у меня есть отдельный слайд но я не хотела это выносить чтобы не было путаницы есть данные вообще на время лактации данный препарат не рекомендуется и в инструкции это тоже написано но вот сейчас по последним данным по американские данные которые говорят о том что кладрибин достаточно быстро выводится из организма и через 10 дней после например последней дозы вы можете вот закончили полностью прием и через 10 дней вы можете например продолжать формить ребенка грудью потому что его уже в организме нету и никаких последующих влияния именно через молоко оно не несет сипанимон достаточно быстро здесь происходит вывод препарата это в течение 10 дней от последней дозы инфузионные наши препараты всем известны крильзумаб здесь контрацепция в течение 6 до 12 месяцев после последней инфузии препарата я знаю были вопросы мне их передали мы еще отдельно с вами поговорим сейчас потому что в мире достаточно растет такая тенденция к тому что очень много пациентов которые не соблюдают этот временной промежуток и есть действительно данные которые меньше месяца от 2 до 4 когда происходит беременность от инфузии и вот как раз таки эти данные были опубликованы и сейчас еще не произошло у нас входом инструкцию но просто я хочу поделиться с вами информацией что есть данные которые говорят о том что примерно планировать беременность можно будет возможно после 2 месяцев от инфузии потому что сравнивались с пациентами которые вот именно длительный период и никаких самых чего мы боимся да влияние на ребенка а это снижение б-лимфоцитов лимфопени новорожденных и именно преждевременные роды какие могут быть такие побочные вот этих по этим данным то что сравнивали группу пациентов которые после 2 месяцев после введения препарата и те которые 6 месяцев вот в принципе у них разницы никакой и лимфопени у новорожденных у пациентов тоже не наблюдалось поэтому как бы но еще раз хотел отметить это просто новая информация которая дает данные клинических исследований а также это реальная клиническая практика мирового уровня но в инструкции у нас четко прописаны те даты те временные промежутки которые мы говорим но просто мы понимаем что иногда бывает что не всегда это можно попасть в эти рамки временные вот но например у тех которые есть вопросы по поводу что вот произошла беременность а какие сроки а как что и дальше то вот я говорю то что в принципе никаких нежелательных именно тех самых таких показателей дали и преждевременные роды то у них не сопоставим с обычной группой популяции пациентов например зумаб а лимтозумаб его не рекомендуется во время беременности срок выведения у него примерно из организма 4 месяца поэтому если вы прошли курс салентозумаба он тоже двух курсов раз в год и через год тоже инфузия препарата вот через 4 месяца желательно рекомендуется если планируется уже беременность то этот срок соблюдать тут по сравнению с акрильзумабом данных о том что наиболее например те пациенты которые раньше забеременены здесь еще недостаточно поэтому смело я вам так говорить не могу здесь я призываю действительно строго соблюдать вот эти 4 месяца дивазиримаб новый препарат анти-CD20 терапия антибоклеточная терапия он только входит тоже сейчас у нас в применение поэтому данных еще по поводу беременности у нас недостаточно и поэтому на этом препарате рекомендуется контрацепция но так как это анти-CD20 я думаю что можно предположить что скорее всего у них тоже возможно планирование беременности после 6-12 месяцев как и при акрильзумабе что касается инъекционных препаратов афатмумаб тоже препарат который у нас сейчас применяется который применяется инъекция раз в месяц это тоже анти-CD20 терапия здесь рекомендуется контрацепция в течение 6 месяцев после последней инъекции но также здесь хотелось отметить что данные новые есть данные интересные данные которые тоже еще никак не изменили в том плане на инструкцию не включены но доказали что клиренс из организма где-то 12 недель и поэтому 3 месяца еще сокращается чуть-чуть срок но это тоже еще обговариваемые данные но также были данные потому что еще идет во все клиническое исследование этого препарата в мире есть конечно случаи беременности на фоне данного препарата поэтому по тем случаям которые есть пока все без каких-либо нежелательных явлений и детки рождаются здоровы но это еще достаточно маленькое количество данных это только обговаривается между нами врачами сообщества которые мы делимся конечно нам необходим более большой объем информации который достоверно будет предоставлен нам на основании которого будут уже изменены инструкции низкодозный интерферон бета-1а отмена по факту беременности как уже я говорила но его во время беременности не рекомендуется применять вообще интерферон который возможно при беременности почему бета-интерферон высокодозный фигелированный интерферон они обладают достаточно большой молекулой которая практически не подникает через плаценту и поэтому его можно применять здесь такого уже факта нет потому что здесь высокий доступ проникновения через плаценту при низкодозных интерферонах бета-1а поэтому его во время беременности не рекомендуется сам фигелированный интерферон бета-1а тоже пока отмена по факту беременности потому что препарат новый и сейчас еще нет у нас по умоценным данным, для того, насколько его можно использовать во время беременности. Какие питерсы разрешены во время лактации? И здесь представлены как и ПГ-энтерферон, высокодозный интерферон, ботиромироацетат, и высокодозный интерферон БТ-1Б. Эти препараты были доказаны, что как раз-таки о чем я говорила, они имеют большую молекулярную массу, и практически там проникает молоко, до 0,001%. И учитывая, что оно проникает молоко, молоко ребенком, естественно, употребляется и в пищеварительном тракте, вообще нет усвоения данных интерферон, их молекул. Поэтому эти препараты разрешены. Это, естественно, все, как бы вы с врачом обсуждаете, и на тот момент, что их вообще можно использовать во время лактации. Что делать, если все-таки, хоть мы и говорим о том, что рассеянный склероз, снижается частота обострения, активности процесса во время беременности, как я это демонстрировала, но что делать, если все же бывают обострения во время беременности? И здесь встает вопрос, как лечить. Мы все знаем, всегда используем, да, метилпреднизолон, высокие дозы, вот, и при обострениях, в обычном, как бы, да, течении. Но когда беременна, здесь как раз-таки действительно сложный вопрос это встает, потому что, чтобы не навредить плоду, очень много было данных о том, что применение гликокортикостероидов в первом 3 месяце, например, не рекомендуется. Но вот тут как раз-таки обновление данных, то, что данных препаратов, именно метилпреднизолон или преднизолон, разрешен, потому что он практически не проникает через пациенту, его поэтому возможно применить. Но здесь хотелось бы сделать небольшой акцент, то, что возможно применение его пациенту именно с тяжелыми обострениями. Рекомендуется при легких, умеренных, таких не применять все же гликокортикостероиды, потому что, как правило, у нас же очень идет компенсаторный хороший механизм, и если легкое обострение, оно проходит и хорошо восстанавливается. А вот когда тяжелое обострение, здесь, конечно же, необходимо лечение. И, как я уже сказала, его возможно применять и в первом триместре. Что касается лактации метилпреднизолона, то грудное молоко проникает минимально, но кормление грудью следует все же отложить на 2-4 часа после инфузии, чтобы вывести к минимуму вообще какое-либо возможное воздействие на младенца. Дексаметазон не рекомендуется, потому что он 100% попадает в пол, и его нужно избегать. Мы знаем про опцию метилпреднизолона и преднизолонтая, как обычно, пульсотерапия. И, конечно же, встает вопрос, а плазмоферез, возможно ли проведение плазмофереза во время беременности? Да, его использование возможно, но только при отсутствии каких-либо иных возможных методов терапии. Допустим, нельзя метилпреднизолон по различным показаниям, или акушерским показаниям, или же неприносимость этого препарата. Или вы сделали пульсотерапию, но недостаточный эффект при тяжелом обострении. Вот тут, конечно же, возможно применение плазмофереза. Какие побочные эффекты у беременности? Мы видим, я дала вам статистику по одному исследованию, где было 754% и здесь у 5%, 5%, не у всех 754, а у 5% наблюдалась гипотезия у пациентки, 2,9% это крапивница, и 1,1% это гипокалиминя. Ну, достаточно маленькие проценты побочные, но какие могут быть? Это чтобы врачи, как правило, с этим хорошо справляются. И хотелось бы тоже отметить, что в третьем кеместре беременности нежелательно проводить плазмоферез, потому что повышается риск кровотечения во время родов. Тоже интересный всегда вопрос по поводу МРТ. Насколько необходимо выполнение МРТ? И возможно любое выполнение во время беременности, лактации. И вот тут как раз-таки вопрос. Если у нас пациентка пришла с обострением, топически вы видите, допустим, легкое обострение, насколько вам необходимо выполнение МРТ? Если вы понимаете, что клиника есть, что на обострении, вы даже знаете, где, скорее всего, находится очаг. Простите, я уже перешла как к врачам обращения. Первый раз могу сказать, у меня такой опыт именно читания лекций для пациентов. Простите. Так, по поводу МРТ. Вот тут как раз, да, потому что некоторые пациентки могут настаивать на проведении этого исследования. Если вам врач говорит о том, что проведение нецелесообразно, то не настаивайте, пожалуйста, действительно, потому что врач может осознать, как бы, все риски, и знать, допустим, что, допустим, легкое обострение, и МРТ не нужно. Он зафиксирует, что это есть клиническая активность, и его дальше уже он знает, как дальше действовать. Вот. Если же все-таки МРТ показан, то его можно проводить, но не противопоказанно, и его можно проводить даже на первом триместре. Но здесь один момент. Здесь необходим обычный стандартный протокол на аппарате МРТ напряженностью магнитного поля не более полтора Тесла. Мы все знаем, что сейчас очень активно используются новые аппараты более высокой мощности. Вот здесь это не рекомендуется. стандартный протокол, полтора Тесла. Контрастирование не рекомендуется, потому что гадолин, препарат, который используется при контрастировании, он проникает через геменцфер, он проникает через пенсентарный барьер, и тем самым он может навредить ребенку, и увеличивает, если при применении, здесь действительно достоверные факты, когда увеличивается риск мертворождения. Неонатальной смерти, аминь, широкого спектра воспалительных, рембологических и интенсирующих кожных заболеваний. Поэтому его, ну я бы сказала, запрещено, лучше не ладить. И если лактация происходит у пациентки, да, она уже кормит во всем, и, например, обострение, тоже необходимость проведения МРТ, то лучше без контраста, но если контраст необходим, а он зачастую необходим, когда у нас есть определенные, да, ну, врачебные такие моменты, когда мы, врач, говорим, что нужен контраст, то он проникает в грудное благо, поэтому тут, конечно же, лучше воздержаться от грудного вскармливания в течение 24 часов после инфузии препарата. Введение родов. Вот о чем я вначале говорила, то что очень много пациентов приходит ко мне, я думаю, к другим врачам, с вопросом по поводу того, что акушер-гинеколог хочет кислоросечение, потому что рассеянный склероз. Анестезиологи-реематологи требуют заключения, что можно проводить анестезиологическое пособие. Очень много врача, мы не против, мы всегда пишем, идем навстречу о том, что действительно, что необязательно проводить кислоросечение. Поэтому вот тут как раз я хотела вам сказать, что, например, когда вы планируете беременность, то как она будет развиваться параллельно, да, есть все хорошо в теглах, то любой способ и препарат может быть выбран именно акушером-гинекологом или анестезиологом. Здесь никак с рассеянным склерозом связи нет. Поэтому именно мы всегда пишем такую фразу, что на усмотрение акушера или акушер-гинеколога и анестезиолога, что никаких у нас нет рекомендаций по этому поводу. Если у вас по акушерскому пособию, в том плане показан кислоросечение, конечно, выполняйте кислоросечение. Но если у вас прекрасная беременность, в том плане, у вас нет никаких предрасположенностей, потому что нужно кислоросечение делать, то вы смело можете рожать. И это никак не... Нету статистики, что если естественные роды, то после этого начинается активность заболеваний. Нет, этого нет. В общем, способ и родоразрешение совместно принимается с акушером-гинекологом в зависимости от того, как у вас проходит беременность. Еще хотелось тот момент, то что рассеянный склероз, он не является показанием для отнесения в группу беременности высокого риска, когда вкладывают пациенту несохранение. И здесь не нужна плановая госпитализация перед родами. Она не требуется. Она требуется, если это показано по акушерственным пособиям. Но рассеянный склероз не является показанием к этому. И вот тут хотелось бы тоже отметить, что исключением все же является... Если у пациентки умеренные, например, нижние пары пары, это снижение мышечной силы в ногах, нарушение ходьбы, то здесь, конечно же, мы рекомендуем все же прибегать к кесарю сечению и под внутриверным наркозом или эпидуральной анестезией. Это вот по данной литературе как бы так лучше всего по... Потому что мы понимаем, ну и акушеры понимают это сами, то, что когда нижний пар парез, зачастую это может затрагивать еще и мышцы тазового дна, и может родовая деятельность не быть достаточной для того, чтобы роды естественным путем прошли нормально. Поэтому в данном случае и рекомендуется кесарево сечение. Контроль состояния новорожденного. Здесь по препаратам немножечко хотелось тоже отметить, что дети, которые получают экспозицию на телезумабом, да, на терапию, то здесь просто нужно контролировать показатели крови, потому что есть риски небольшие на гемолитической аммии или тромбоцитопении. Это данные просто проанализированы, то, что в маленьком проценте были выявлены, поэтому лучше просто контролировать. Ну, я так понимаю, что все равно всем деткам это все контролируют, естественно. Дети, которые получают экспозицию антибоклеточными препаратами, ритоксимаб, апрелизмаб, нужен контроль уровня B-клеток. Возможно снижение, но сейчас последние данные показывают, что практически не наблюдаются снижения B-клеток. Но если же все-таки есть снижение B-клеток, то здесь, конечно, отсрочка по вакцинации от тубикулеза. Да, мы смотрим, когда все нормализуется полностью иммунный статус у ребенка, тогда уже вакцинация, которая необходима, проводится. Дети, которые получавшие экспозицию антибоклеточными препаратами, контроль тереоидных гормонов, раннее выявление, как бы если тоже как и во время беременности контроль тереоидных гормонов, это врачи, как правило, знают на этом препарате, то можно выявить и неонатальную теорию токсикоз, которым тоже можно справиться. В том плане, чем раньше мы что-либо вывели, тем мы контролируем. Это не для того, чтобы я вам показала слайд, чтобы вас испугать по поводу этих препаратов. Нет, просто, например, у кого, кто планирует беременность, кто на этом препарате, просто вы знаете, какие анализы, например, нужно смотреть и понимали, почему их смотрят и не пугались этому. Грудное вскармливание. Мы уже коснулись препаратов, которые возможны над грудным вскармливанием, но когда и сколько по времени можно кормить ребенка? Это всегда такой вопрос от пациенток, очень часто я его слышу. И вот тут как раз таки есть данные, что исключительно грудное вскармливание в течение хотя бы двух месяцев оно может незначительно снизить риск после родового обострения. Но некоторые женщины испытывают обострение с введением первого прикорма. Поэтому ВОЗ и британцы тоже, они рекомендуют кормить ребенка до 6 месяцев исключительно грудным молоком. и как правило в течение вот этого периода низкая активность заболевания. И если вы вспомните первый слайд, вот здесь слайд по частоте обострений, там я демонстрировала, потому что по естественным тем, что вообще после беременности, после родов, вспоминаем, активность заболевания активируется через 6 месяцев после родов. И вот как раз таки вот в этот период, потому что активность заболевания низкая, плюс еще она снижается на фоне лактации. И тем самым у вас получается как бы хорошее такое окно для кормления грудью. Но после 6 месяцев как бы прекрасно у вас не проходила беременность, очень спокойное течение заболевания, после родов все хорошо. Во время 6 месяцев лактации тоже все хорошо, не было обострений. И у вас есть желание продолжить дальше лактацию, пожалуйста, вспомните тот слайд, что активность заболевания независимо от лактации может увеличиться и тем самым может приявиться обострение. Поэтому через 6 месяцев грудного вскаривания прошу вас начинайте возобновлять терапию Питерс. Женщинам, которые не планируют кормить, нужно рекомендовать терапию Питерс как бы в течение, как я уже говорила, через 10 дней после родов. грудное вскармливание, оно имеет многочисленные преимущества, как для здоровья матери, как для здоровья ребенка. Это говорим не только мы, это говорят еще гинекологи, педиатры. Поэтому, если грамотно подходить к этому этапу, то, возможно, все планомерно и благоприятно провести. и хотелось еще такой момент по поводу вакцинации, потому что иногда, да, планируют беременность, смотрят ли вакцинации, или же здесь вообще хотелось бы такой, знаете, он больше по терапии Питерс и планирование начала терапии Питерс. Но когда мы планируем начало терапии Питерс, как я уже говорила, да, с пациентом, мы, естественно, оцениваем, какие планы у пациента по планированию семей, в какой срок это будет. И здесь как раз таки хотелось вам рассказать, что очень важно, если, допустим, вдруг врач вас не спросил, чтобы вы понимали, что если вы, вам поставлен диагноз рассеянский рост, вот оно планируется начало терапии Питерс, вот чтобы вы знали, какие препараты, что, какие вакцины можно применять. Вообще, живые атонуированные вакцины, можно использовать всем пациентам с рассеянным склерозом, которые не получали Питерс. И вот тут как раз таки вопрос к тому, что желательно проверить свои, которые необходимы вакцины до начала терапии Питерс, потому что у вас есть хорошая возможность сделать вакцинацию, а потом уже начать терапию. Можно также живые атонуированные вакцины использовать у пациентов, которые получают интерферон, аблатиромеро, ацетат. всегда избегать во время терапии терапинамида модуляторами с фенглазидфосфатовым рецептором, которые относятся к фенглиму, вот, сипанемод, азанемод. Вот. Анти-CD20 это препараты у нас акрелизумап, афатумумап, ретуксимап, ретуксимап, и хотелось отметить, да, то, что, скорее всего, Дарья Дмитриевна говорил в предыдущем, он не зарегистрирован для применения во время при лечении рассеянного спироза, но, все же, некоторые его используют. Алемтузумап и кодрибин, вот, нельзя введить эти вакцины, живые вакцины, атонированные во время приема данных препаратов. Если вам планируется введение данной вакцины, тут как раз-таки продемонстрирован безопасный интервал для вакцинации живого атонирования вакцины, если находитесь на терапии, да, какой отмышный период для каждого препарата. Вот, и следует вводить как минимум вакцину за 6 недель перед началом терапии акрильзумапа и олемтузумапа. Если вам планируется акрильзумап, вам необходима какая-то живая вакцина, то мы вводим и через 6 недель можем начинать терапию. И за 4 недели до начала терапии остальные импитерс. Запомнили, да, акрильзумап и олемтузумап 6 недель и 4 недели, когда планируется любой питерс, можно вакцинироваться и через 4 начать препарат. И эти вакцины, они противопоказаны во время беременности из-за потенциального естественного риска такой перинатальной инфекции. Поэтому их не рекомендуется. Почему я именно здесь этот слайд тоже использую? Потому что надо грамотно подходить к выбору терапии и начало подготовки к терапии, проверять какие у вас вакцины сделаны, какие не сделаны, какие потребуются, например, для той же беременности и сделать их уже до начала терапии питерс и до планирования беременности, чтобы избежать различных достаточно высоких рисков, куда необходимо, допустим, вводить ее во время приема питерс или, не дай бог, во время беременности. и в заключении мне еще раз хотелось с вами подытожить то, что рассеянный склероз это не противопоказание для беременности, что в период беременности снижается активность заболевания. Адекватные применения питерс до, во время беременности в зависимости от течения заболевания и в период лактации позволяет нам усилить и взять контроль над заболеванием. Каждый случай является индивидуальным, как я уже сказала, и беременная пациентка с рассеянным склерозом, конечно же, она требует более тщательного наблюдения. И способ родоразрешения является всего прерогатива Акушера. На этом я заканчиваю и благодарю вас за внимание. Спасибо большое, Инесса Владимировна, за такую подробную, очень обстоятельную лекцию. Мне кажется, большинство вопросов, которые возникают у людей с рассеянным склерозом на этапе беременности вы осветили. И я хочу напомнить, что эта лекция и две предыдущие лекции доступны на странице Frontmeda. Их записи есть, их можно спокойно в своем обычном режиме просмотреть, остановиться на слайдах, в которых содержится очень четкая, подробная и современная проверенная информация по всем аспектам рассеянного склероза. А мы сейчас есть возможность уделить несколько минут ответу на ваши вопросы. Я еще раз подчеркну, как и в прошлый раз, что мы получаем вопросы не только по рассеянному склерозу, но у нас тематика именно вот это демилизирующее заболевание, поэтому мы остановимся в основном на вопросах по теме. И еще раз скажу, что некоторые вопросы освещались в предыдущих лекциях, поэтому имеет смысл их просмотреть, чтобы получить более точную информацию. Итак, несколько вопросов не про рассеянный склероз, головная боль и беременность. Да, это действительно важная проблема, но в плане головной боли мы рекомендуем обратиться к специалистам-цифологам, они есть и в нашем центре. Я могу ответить быстренько, если я хочу ответить. Да, да, общая практика неврологическая. Ну, потому что, естественно, приходят пациентки и спрашивают, смотрите, рекомендуется, как правило, разрешается процетамол и он более безопасен от 500 до 1000, да, миллиграмм. Также разрешается ибупрофен, но ибупрофен в период от 20 до 30 недель самый безопасный момент. В третьем триместре не рекомендуется и в первом, как бы, ну, небольшие дозы об этом еще такое выслабливается. Ну, да, но я подчеркну, что все вопросы терапии, они индивидуальны, их лучше обсуждать непосредственно с вашим лечащим врачом, поэтому это такая общая рекомендация, препараты есть, анальгетики, их можно использовать, есть безопасные препараты, которых у нас Владимировна сказал, но в каждой конкретной ситуации, тем более ситуации беременности, когда врачи отвечают, по сути, за два живых существа, это все гораздо серьезнее и лучше конкретную ситуацию обсудить с вашим лечащим врачом. Как можно задержать развитие деменции? Ну, это действительно важный вопрос, но мы не будем на нем останавливаться, потому что секция про рассеянный склероз, по поводу деменции у нас есть специализированный прием по когнитивному здоровью, пожалуйста, на нем можно записаться самому или с вашим родственником с деменцией и обсудить вопросы профилактики. И тут вопрос, по сути, клинический случай у пациента с аномалией Арнольда Киарри, ну, я могу сказать только то, что действительно эта ситуация требует консультации врача и онлайн ее не надо решать. Поэтому записывайтесь на прием, пожалуйста, и обращайтесь к нам. У нас вадим. Ну, и вопросы про рассеянный склероз, несколько общих вопросов, не имеющих отношения к беременности, если есть возможность, давайте мы по ним пройдемся быстренько, потому что нет смысла о них поговорить. Значит, пациентка, пациентка, два эпизода обострения, два новых очага за год, является ли это показанием для смены терапии с гвартиромеро-ацетат на другой препарат, поскольку его пациентка получала один месяц и приостановилась в связи с беременностью? Нужна ли смена терапии? Так, ну, смотрите, если вот не брать беременность, да, то, что два эпизода обострения не два новых очага за год, но терапия терамеро-ацетат он только началась, она еще не подействовала, да, мы знаем, что он начинает действовать где-то через 5-6 месяцев, поэтому то, что он неэффективен, здесь нельзя говорить, но, учитывая, что это два обострения за год, то здесь это уже говорит о том, что действительно вам показывают переход на более высокоактивный препарат. но если здесь еще и беременность, тут, конечно, нужно решать, ну, во-первых, никому не рекомендуется инициировать высокоактивный препарат во время беременности, кроме, ну, ну, и то на Наталье Зумабе разрешается беременность, инициироваться, там такие спорные вопросы, поэтому вам нужно это действительно обсудить с врачом, но вообще, конечно же, учитывая, что два обострения, вам просто, в принципе, уже галтерамеро-ацетат не очень показан, здесь нужен более высокоэффективный препарат. Спасибо большое. Еще один случай, клинический пациент в связи с повлиением новых очагов на МРТ начал получать полигриди, получает его в течение двух лет, а на МРТ очагов нет, но состояние по ощущениям ухудшается. И может ли это быть связано с обострением из-за неэффективности терапии? Ну, я хочу сказать, мы много этому внимания уделяли в предыдущих двух лекциях, что такое обострение, истинное оно, или это просто такие колебания симптомов, но, может быть, вы тоже добавите к этому свою точку зрения. Да, я здесь, наверное, добавлю к тому, что необходимо четко подойти к врачу, чтобы он посмотрел вас нейтрологически и выявил, есть это обострение сейчас клиническое или нет. И также оценил динамику по шкале ДСС, это может быть действительно нарастание балла по шкале ДСС. И тогда это один из статусов неэтотри, о котором я в этом говорила, о котором, может быть, действительно, возможно, доктора поможет о дальнейшей тактике разознать. Но тут нужна оценка именно неврологического статуса, потому что сами пациенты могут часто субъективно думать, что у них идет нарушение прогрессирования заболевания, а по факту этого не происходит. Спасибо большое. Еще один случай. Пациентка была диагностирована сенскальжирования четыре года назад, с тех пор получила один курс терапии преднизолоном и четыре месяца терапии бетантерфероном. Случился рецидив, было еще одно лечение рецидива, и затем в течение трех лет никакой терапии не получала, и по ощущениям у нее все хорошо, и вопрос, если нет ухудшений, следует ли начинать питерс? Скажу так, большая часть пациентов, они находятся к благоприятному такому ремитирующему течению рассеянский рост. Давайте не будем забывать, что рассеянский рост это хроническое аукумонное воспалительное такое заболевание, и ремиссии могут быть длительными до 10 лет, 15 лет, но заболевание, оно само по себе все равно идет, поэтому у нас сейчас есть очень много механизмов влияния и взять под контроль это заболевание, поэтому я бы вам рекомендовала все же начать терапию питерс, потому что если нам, ну, как бы доказано то, что прогрессирование у пациентов, которые не находятся вообще ни на какой терапии, но у них достаточно доброкаче найдет течение, то у них все равно выше, чем у пациентов, которые находятся на терапии, поэтому я бы рекомендовала все же получать питерс. Ну, или как минимум начать консультации и оценки структуры. Согласна. Еще одна просьба поступила, чуть подробнее рассказать об МРТ, картине рассеянного склероза, но я бы здесь отослал к лекции Тараса Олеговича, к первой лекции, он рассказывал о том, как выглядит обострение, о том, что такое критерие обострения, какие изменения на МРТ видны, и мне кажется, лучше эту лекцию пересмотреть, чем, ну, об этом. Следующий вопрос. Расскажите о приеме обезболивающих препаратов при рассеянном склерозе, если пациент получает гормональную терапию, и терапия питерса еще не начиналась, возможно ли это? Ну, в зависимости, какой болевой синдром, острый или это хронический болевой синдром, есть у нас симптоматическая терапия, но, понимаете, я не могу онлайн вам сейчас сказать, какой препарат вам подходит, поэтому это необходимо к врачу, и это симптоматический подход, потому что питерс, это, понимаете, он влияет вообще на течение рассеянного склероза, а симптоматически это уже должен смотреть вас врач и назначать, и это, естественно, есть различный ряд препаратов, но это, конечно же, индивидуально и после очного осмотра. Ну, в целом, обезболивающие препараты, конечно же, показаны, ну, да, 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 естественно, да, просто я... Ну, даже... И различные классы препаратов, конечно, в зависимости от какого болевого синдрома, потому что они же тоже разные являются, да, и это причины, поэтому, да, это уже на самом деле врача. И одно другому совершенно не мешает в этом плане. Тоже вопрос, которым подробно Дарья Дмитриевна рассказывала неделю назад, разрабатываются ли в нашей стране препараты для людей с рассеянным склерозом, проводятся ли исследования, это первая часть вопроса, и вторая часть вопроса тоже несколько раз он уже задавался, могут ли помогать при рассеянном склерозе препараты лекарственного растительного происхождения в биодобавке. Да, да, я думаю, Дарья Дмитриевна подробно это сказала, но повторюсь, у нас есть компании, которые сейчас очень активно производят препараты, аналоги препаратов зарубежных, которые мы используем уже в своей практике, поэтому у нас как бы хороший такой идет процесс в этом плане. И по поводу трав и биодобавок. Мне тут хотелось отметить, что мы врачи, доказатели медицины, и поэтому биодобавки, как вы знаете, они не доказаны, и там многие различные вот эти вот аннотации, они не основываются на клинических исследованиях, которые доказали эффективность и безопасность. Здесь я призываю к разумным их применениям. Если, как бы, мы не можем вам это запретить, если вам от какой-то биодобавки лучше, то, пожалуйста. Но самое главное, то не нужно себя насильно заставлять принимать какие-то биодобавки и испытывать от этого какие-либо отрицательные эффекты. Вот. Наверное, мой такой ответ. Спасибо большое. Тоже частый вопрос, который мы слышим на протяжении всех лекций, что делать, если совсем нет сил после работы, после какой-то физической нагрузки. Это часто же проблема, да, при оселенной стеррозе, повышенная утомляемость, да? Да, это хроническая повышенная утомляемость. Здесь мы вообще всегда рекомендуем, чтобы пациент соблюдал режим труда и отдыха, чтобы он не перенагружался, потому что, естественно, ну, в зависимости от течения, заболевания, какой есть или нет дефицита, ну, вообще вот хроническая усталость, то здесь после, ну, есть препараты, которые помогают с этим бороться, да, которые поддерживающие, как бы, это тоже симптоматическая терапия, но здесь, конечно, я бы не хотелось бы добавить и тот же спорт, и йога, и занятия в бассейне, такую активность, как для обычного человека, потому что, мне кажется, после работы у нас большинство людей испытывает усталость, и вот когда мы переключаем свое внимание, да, мы тоже, как бы, у здоровых людей тоже есть синдром хронической усталости, и это такое, как бы, симптоматическое лечение, плюс еще смена обстановки деятельности, которая позволяет улучшиться состояние общее. Большое спасибо. И мы переходим к вопросам, касающиеся рассеянский рост и беременности, и тоже один из частых вопросов, это может ли ЭКО спровоцировать рассеянский рост? Как вот у меня сегодня был посвящен слайд, да, с магазином репродуктивной технологии, там именно касалось, есть пациентки с рассеянным склерозом, планируют это использовать, но если, допустим, неудачная попытка ЭКО, да, может спровоцировать обострение, то вполне возможно, что она может как спровоцировать и дебют заболевания, но какой-то частоты, показатели, я здесь не могу сейчас предоставить, это как, ну, потому что мы понимаем, что это высококормональная нагрузка на организм, и когда это неудачно, то что это может действительно повысить риск проявления, но это не значит, что, ну, прям связь с этим, это как вот стресс для организма, после которого возможен дебют, как и стресс после выраженной инфекции или после выраженного стресса эмоционального, да, может спровоцировать этот процесс. Спасибо большое. Вопрос, который был уже осуществлен в лекции, может быть, еще раз коротко повторить, какая вероятность, что у ребенка не будет рассеянный склероз, если он есть у одного из родителей? Рассеянный склероз не является наследственным заболеванием, 3-5% вот это вот есть вероятность передачи, это совершенно маленькая как бы такой процент, и поэтому есть мутации, которые сейчас исследуются в генах, но они связаны именно с нарушением иммунитета, вот, а не именно передачи этого заболевания, а там именно нарушение в звене иммунитета определенного, вот, поэтому здесь как бы данных за то, что передаются, нет. Спасибо большое. Ну и вопрос, когда прекращать делать уколы, когда точно знаешь, что беременна или раньше, ну то есть здесь речь идет у питерс инъекционных, наверное, зависит от питерс, да? Да, все зависит от питерс, которые были представлены, как раз таки, я специально так сделала, то, что вы вернетесь к записи и посмотрите, какие можно колоть во время беременности, какие нельзя. Есть те, которые действительно по факту беременности отменяем, есть те, которые продолжаем спокойно. Да, да, был слайд как раз вот по этому посвященный, пожалуйста, перемотайте на него, да, там прям четко написано. Как справляться с пабочными эффектами, если не прекращать питерс во время беременности? Пабочными эффектами питерс, видимо, имеется в виду. Здесь, ну, как наиболее часто, это мы все равно используем НПВС, а вот при НПВС можно, я уже сказала, например, в первый, второй триместр, да, парацетамол спокойно, как такую примедикацию. Вот. Ну и вообще можно поговорить с акушерным-гинекологом, какие препараты им больше известны по, да, спектру по беременности. Вот, они могут там порекомендовать, например, тот же супрастин, можно или нет, это вот, я просто не смотрела. Ну, как бы всегда можно это обсудить с акушерным-гинекологом, что есть такая инъекция, и вот как несутся такие вот риски, допустим. Иннас Вадимовна, у меня вот появился вопрос и с этим, а у нас есть какие-то специализированные учреждения, которые, ну, или, может быть, специалисты, которые занимаются введением беременности и родов при рассеянном склерозе. Как-то можно сориентировать? Ну, в принципе, есть или нет? Я скажу, чтобы вот таких вот прям целенаправленных центров, да, которые ведут там, или роддом, который работает, нет, таких нет. У нас есть эксперты, специалисты, которые работают в домомниках, например, у них большой поток, естественно, у них там есть и роддом, да, есть возможности, там они могут наблюдать этих пациентов, по роду разрешения, вот, но, как правило, это совместное наблюдение врача-невролога плюс укушера-гинеколога совместное, и пациенты в обычных роддомах рожают. Ну, да, то есть здесь не надо искать какой-то специализированной клинике? Нет, нет, а потому что если все хорошо, и там это все должно проходить в планном порядке, вот, без каких-то особенностей. Спасибо. Тоже вопрос поднимался, но вот еще раз мы его зададим. Эпидуральная анестезия для кесаревого сечения, можно ли ее применять, если есть очаги в спинном мозге и до этого пациентки были нарушения ходьбы? Смотрите, как я уже сказала, да, вот по поводу рекомендаций, есть у пациента, есть нижний спасти, ну, нижний парпорез, нарушение ходьбы, вот, то тут, конечно, рекомендуется больше кесаревого сечения, я это уже объясняла, почему. И, в принципе, эпидуральная анестезия, она не противопоказана, в данном случае никак она на очаги эти не повлияет. Да, спасибо, это важный момент, на самом деле. Антимок, внутримачечная спираль, видимо, имеется в виду заболевание, связанное с антимоном, поэтому, можно ли применять ВМС, и если да, то гормонально, негормонально, есть ли какая-то информация на эту тему? Контрацепция, конечно, как видели, у меня есть слайд, да, где четко нужно соблюдать контрацепцию на данном препарате, и каких-то противопоказаний по препаратам или методам контрацепции четких нету, а вообще даже считается, что контрацепция, вообще, в принципе, когда происходит беременность, высокий уровень эстрогена, это очень благополучно влияет на вот эти механизмы иммунитета. Да, и в оральных контрацептивах, как бы у тех, которые содержали эстрогенов, высокое, а именно, и плюс, если они в сочетании с интерферонами бета, было доказано, что у них есть снижение активности по МРТ пациентов, которые находятся на данной терапии, и вообще, в принципе, стабилизация вот такая вот, поэтому, в принципе, контрацепция здесь никаких таких проявлений или особенностей нет, как удобно вам, и с врачом-гинекологом, да, вы обсуждаете, и это, наоборот, благополучно, и мы призываем контрацепции, особенно, когда на тех препаратах, да, на которых нельзя беременеть. Спасибо большое. Пациентка с тойкой ремиссией без терапии не получала, Питерс не получала, не получает. С чем она может столкнуться во время беременности и куда обращаться за помощью? Очень чувство. Вот я еще раз здесь хотела сказать, что очень часто такое соблазнение к тому, что не начинать и уже начинать беременеть. Но здесь мировые данные о том, что лучше начать терапию Питерс, пробыть на ней хотя бы год, тем более, если у вас ремиссии, все замечательно, и после этого начинать беременеть. Потому что те пациенты, у которых была активность, даже не активность, а те пациенты, которые были без Питерс вообще, у них вот эта активность процесса может быть выше риск развития после родов. Поэтому нам нужно знать, что вы в стабильном состоянии, и мы рекомендуем такой вариант. Спасибо большое. Могут ли роды спровоцировать обострение с необратимыми нарушениями? Такой вот вопрос. Здесь все, конечно, индивидуально. В том плане, если у вас прекрасная беременность, все хорошо проходит, и ремитирующее мягкое течение, ничего, как бы тут роды по правилу не провоцируют, как это было доказано, то, что исходы достаточно хорошие, тяжелых обострений нет. Но если агрессивное течение, если у пациентки изначально она на высокоактивном препарате, здесь вы знаете, в какой момент может сыграть роль? Потому что те пациенты, которые отменяют, например, высокоэффективные терапии, допустим, натализумаб, это пока у нас единственный препарат из второй линии, который мы можем применять при беременности. И из-за страха того, что он может повлиять на плод, пациенты его прекращают с момента начала беременности. И вот у них как раз-таки вот этот риск тяжелого обострения после родов, он увеличивается в разы, потому что оно до этого было агрессивное в течение заболевания. Натализумаб, например, его в течение года очень хорошо стабилизировал, нет активности и по МРТ, и по клинической активности. И вот пациент пошел на беременность и отменил препарат. И тут как раз-таки вот в таком варианте при агрессивных формах может развиться обострение, которое может быть инвалидизирующее, конечно. Ну и вообще, понимаете, люди разные, индивидуально, нельзя так сказать, что 100%, как может повести себя иммунная система, но по статистике, которую я демонстрировала, как правило, все плодотворно и до 6 месяцев после родов активность заболевания низкая и сохраняется в течение этого периода. Понятно. Да, спасибо большое. Ну, индивидуальные особенности не всегда играют на просто решающий роль. Какие гормоны агонисты или антагонисты можно при ЭКО, а какие нельзя? Есть у вас какая-то информация на этот счет? А вот как раз-таки антагонисты, я был в слайд, и я там четко демонстрирую, каким именно к антагонистам. Я просто не акушер Динько, поэтому все препараты я вам не перечислю, но что, агонисты не рекомендуются, а антагонисты как раз-таки рекомендуются для применения, потому что активность снижается на фоне. Спасибо. Ну и тоже важный вопрос, если беременность не запланирована, видимо на фоне Питерс, то как быть в таком случае? Вот. Конечно же в мире много лучших достаточно, и на каждом Питерс есть свои особенности, смотря на каком Питерс произошла беременность. И тут вы должны с врачом это обсудить, потому что, как я уже рассказывала, например, есть данные по акрельзуму, а у них достаточно большой процент пациента, который более низкий срок после инфузии они беременны, начинают, да, у них есть такие показания. Но есть, например, на лентозумабе, когда четко доказано, что не рекомендуется, потому что может быть нарушение именно развития нежелательных явлений, как во время беременности, как и плод, да, и нужно соблюдать четкий вот этот временной промежуток. Поэтому здесь индивидуально нужно подойти к врачу с вопросом, ну, в любом случае вы должны поставить своего врача в известность, которого вы наблюдаете, что у вас беременность, на таком-то препарате, когда был последний прием, и тогда вы уже совместно принимаете решение, как дальше действовать. Спасибо большое. И дальше у нас серия вопросов по конкретным препаратам. Первый вопрос. При монокональной терапии с вводом препарата два раза в год, когда лучше планировать беременность? Вы говорили об этом, но можно просто еще раз сказать. Да, вот вы, например, вводите, у вас все стабильно, все здорово, вы планируете беременность. И тогда вот вы ввели, через 6 месяцев вы можете спокойно начинать планировать беременность. Спасибо. Пациентка два года болеет ростином склерозом с быстро прогрессирующим течением, сейчас находится в ремиссии, планируется переход на акрилезумаб. И лечащий врач сказал, что беременеть при лечении препаратом нельзя. Так ли это? Да, как я уже тоже отмечала, то, что данный препарат нужен временной промежуток после его введения. Если вы на него начинаете, сейчас уже переходите, то он во время введения, между введениями препаратов беременеть не рекомендуется. Там по-любому нужно 6 месяцев после этого введения и тогда уже вы планируете. Но рекомендую вам, если у вас уже есть рекомендации врача перевода на этот препарат, значит, у него есть основания для этого, потому что это вторая линия. А значит, может быть, у него, я не знаю вашей личной истории, но если есть эти основания, то я вам рекомендую хотя бы 1-2 года, ну полтора, хотя бы 2 года побыть на этой терапии, чтобы было все стабильно и замечательно, и потом уже планировать беременность. Спасибо большое. Вопрос про Пегинтерферон БТ-1А. Как планировать беременность и что делать, если беременность наступила на фоне терапии? Это один из небольших препаратов, которые можно и до беременности, и во время беременности, как я уже говорила, и даже во время лактации, поэтому, в принципе, ничего особого как можно не менять и продолжать его использовать. И тоже в продолжение Готиромера ацетат пациентка получает, когда нужно прекращать терапию и нужно ли для наступления беременности. Тут, смотрите, все, да, подходит индивидуально тоже, но вообще, как я тоже демонстрирую, Готиромера ацетата можно до беременности, во время беременности, и даже во время лактации он разрешается. Поэтому это насколько у вас активное заболевание до этого было, обострение риски того, что есть у вас все благополучное, вы в ремиссии длительный период времени, то здесь в том плане это все сложный момент. Вы можете прекратить, потому что у вас само по себе заболевание беременности хорошо притирать, если у вас хороший благоприятный период, или вы можете все равно подстраховаться и оставить этот препарат. Ну вот, да, пациентка говорит, что ей порекомендовали прекратить, и спрашивает, а почему так, если можно и продолжать. Ну вот, ваш ответ, что решается тоже индивидуально в каждом случае, зависит от течения заболевания. Поэтому тут нет однозначного ответа останавливать терапию, продолжать терапию. Тут как бы все мнения, они правильные, так сказать. терапия ретуксимабом интересует тактика подготовки беременности и родом. Что делать, если беременность произошла вскоре после введения препарата, может, и плод пострадать от этого? Ну тут насколько скоро, да, пересыл, потому что ретуксимаб, это тоже анти-CD20, да, это, хоть я говорю, некоторые все-таки его используют, применение, но таких данных по поводу беременности на этом препарате немного, как, например, на акрелизумабе. Но акрелизумаб это как бы следующая ступенька, да, и аналогично вводится также раз в полгода, поэтому в данном случае мы отталкиваемся от, как и при акрелизумабе, если вы на этом препарате, также через 4 месяцев после последней инфузии вы можете планировать беременность. А тут вопрос по поводу того, что если произошла беременность на фоне приема, на фоне введения, да, когда ввели, тут нужно посмотреть сроки, потому что, как я уже говорила, да, то, что есть уже международные данные, то, что уже, может быть, поменяют инструкцию, может быть, уже после 2 месяцев возможно беременность, потому что у них описаны и еще раньше случаи, которые беременели буквально через месяц после инфузии, и, как правило, там тоже все неплохо. Я имею в виду, все хорошо, и нет деплессии бы клеток, и у ребеночка, да, и беременность хорошо проходила, но это тоже клинические случаи, которые нам говорят, еще недостаточной информации, поэтому здесь нам необходимо следовать рекомендациям, которые вот у нас есть, а сейчас у нас есть вот эти вот 6 месяцев, желательно 6 месяцев, поэтому здесь тоже, ну, еще нужно понимать, на каком этапе. Спасибо большое. Диметилфомарат. Если при беременности была отменена терапия диметилфомаратом, то через какое время после родов можно его возобновить? Диметилфомарат можно возобновить, ну, смотрите, в зависимости от того, собираетесь вы проводить лактацию или нет. Если вы не собираетесь грудное вскармливание придерживаться, то сразу, ну, на 10-е дни после родов правило возобновляется все терапии Питерс, если вы не планируете грудное вскармливание производить. Вот. Если же вы планируете кормить малыша, то тогда уже в зависимости от срока, да, это все тоже индивидуально, как у вас, ну, как у вас получится, можно так сказать, и, ну, до 6 месяцев, да, и в 6 месяцев тогда уже возобновление терапии желательно. Спасибо. А фотомумаб, как планировать беременность при терапии этим препаратом, и можно ли прерывать лечение на время беременности? Ну, как правило, нужно прерывать лечение во время беременности, потому что препарат не рекомендован во время беременности. Я уже тоже упоминала сегодня то, что он тоже анти-СИИ-20, антипоклеточная терапия, у него такие же рекомендации, как и укрализума, потому что 6 месяцев после последней инъекции. Но также хотелось отметить, что вот новые данные, что клиренс где-то 12 недель пациенту, получается, 3 месяца, да, тоже сокращает сроки, что можно через 3 месяца планировать. Вообще, он достаточно быстро выводится из организма, но полноценных еще у нас таких, о которых мы можем говорить с уверенностью, еще данных нет, это еще обсуждается. И поэтому, если вы планируете беременность, вы прекращаете этот препарат на момент беременности. Дальше уже возобновляется тоже в зависимости от того, когда вы собираете, в том плане, когда будет лактация или нет, и как проходила беременность, когда нужно возобновлять, но это вы все решаете со своим лечащим врачом. Спасибо большое. Еще один вопрос. Вернемся к диметилфамаратам. Может ли его терапевтим препаратом до пятой недели беременности привести к выкидушу? Есть ли какие-то данные? Насколько он тератогенен вообще? Про диметилфамарат по поводу тератогенности я скажу, что не описывались случаи, но все же мало о нем данных по поводу того, что как он может спровоцировать в течение первого триместа как бы вот есть данные, что они не приводили к преждевременным родам или абортам, самопроивольным абортам, но эти данные недостаточно, все-таки их не так много, поэтому его все-таки рекомендуется прекратить сразу, но по факту беременности, и если вы на пятой неделе узнали, что беременность произошла, а здесь вот как раз-таки есть данные, что в течение как раз первого триместра не наблюдалось таких-либо побочных действий, поэтому я бы рекомендовала поднаблюдать. Ну, что выкидыш произошел, связан ли это с диметилфомаратом? А, простите, я думаю, что можно перейти. Вполне возможно, что это могла быть связь. Хоть есть исследования, которые показывают, что не очень высокая, но мы не можем 100% на это сказать. Но не зря же его все равно не рекомендуется во время беременности. Ну, тут сложно действительно такое связи. Сложно, да, потому что это могут быть и другие различные факты. Несколько вопросов про натализумаб. Можно ли его применять во время беременности сразу после родов? Да, можно ли применять натализумаб во время беременности и после родов? Натализумаб, как я уже говорила, назначается при активных течениях, во время беременности его можно, но на расширенном интервале его, как правило, применяют до 34-го недели. Вот, и потом его желательно возобновлять сразу после родов, потому что, как правило, это активное течение, и у таких течений высокий риск сильного обострения после родов. Поэтому его нужно возобновлять до 10 дней, вообще в ближайшее время. И скажу так, по поводу лактации на натализумабе, в инструкции прописано 100% нет, но есть также сейчас много данных, но они еще не опубликованы, не зарегистрированы, что он практически не проникает в молоко, и поэтому не опасен для ребенка. Но я еще раз говорю, это только данные научные, которые еще не зарегистрированы. По инструкции препарат не разрешен во время лактации. Ну, это как раз, да, два следующих вопроса, можно ли кормить грудью принятой изумабе, ну, собственно, вы ответили раз в полгода инфузию, хотелось бы понять шансы, понять возможность беременности, рождения ребенка в этом случае. Вот я вижу этот вопрос, тут хотелось тоже отметить, что здесь немного другое, да, заболевание, изумилизирующее оптику миелит. А, оптику миелит. Да, и это очень, как раз-таки, знаете, весомое различие, потому что если при рассеянном склерозе так происходит иммунная реакция, что активность заболевания снижается, и, как правило, беременность достаточно благоприятно влияет на течение заболевания, то у оптика миелита здесь другая ситуация, а противоположная. Во время беременности на фоне гормональных изменений происходят другие реакции, которые приводят, наоборот, могут привести к активности заболевания и повышаться. Там нет зависимости на каком триместре в плане частота обострения, там независимо, что первое, что второе, третье, она может быть высокая. также исходы по беременностям у пациенток там тоже похуже, чем у рассеянного склероза, в том плане и самопроизвольный аборт повыше риск, но, знаете, какое различие есть, то те пациентки, у которых не было этого диагноза, она забеременела, родила, а потом появился, поставили диагноз, то процент у них как бы лучшего развития беременности ниже, это 7 где-то процент, в сравнении с пациентами, которые им уже был поставлен диагноз, они запланировали беременность, и у них уже до 40 вырастает этот процент. Это говорит о том, что активность, ну, роды тоже могут спровоцировать и начинаться, как бы, активность увеличивается пациенту. Поэтому здесь, конечно, достаточно очень сложный вопрос. Я бы вам рекомендовала это обсудить именно с специалистом, кто вами занимается, потому что при оптикомилите есть другие препараты, но ритоксимаб мы сегодня подробно судили, когда, что и тин. Здесь я просто бы хотела вам сказать, надо взвесить все риски, оптимально, что в том плане есть и тин, беременность, при этом заболевание, и есть препараты сейчас, которые помимо ритоксимаба применяются, которые зарегистрированы, и эти препараты помимо как при оптикомилите они применяются при гематологических, допустим, заболеваниях, и с помощью этих препаратов происходит вообще возможность беременности у пациенток с гематологическими заболеваниями. В том плане, если у вас такое стойкое желание, если, например, вы с врачом, в том плане, есть возможности посмотреть на решение этого вопроса, но это непростой вопрос, и поэтому здесь нужен специалист, который очень хорошо внимается и разбирается в оптикомилите, потому что это не как при рассеянном склерозе. Активность здесь в данном случае может возрасти. Спасибо большое, да, это очень важный комментарий. Интерферон бета, когда его отменять после того, как пациентка узнала, что беременна? Если это высокодозные интерфероны бета, 1А или бета, 1Б, то, пожалуйста, вы можете не отменять, применять их во время беременности. Если хотите отменить, вы можете отменить по факту беременности. Но низкодозные интерфероны 1Б, 1А, простите, то их нужно обидеть по факту беременности. Их во время беременности не рекомендуется из-за маленькой молекулярной массы. Ну, меньшей молекулярной массы. Ну, она проходит соответственно через пациент. Спасибо. И несколько вопросов про квадрибину. В прошлый раз тоже подробно освещали, сейчас вот снова они поступают. Общий вопрос. Можно ли после двух-трех лет приема квадрибина снова приходить на него или нужно менять питерс? Можно ли после квадрибины переходить на препарат первой линии? Так, смотрите, в зависимости от того, что с вами происходит. Как правило, два курса квадрибина и дает достаточно хорошую ремиссию, длительную ремиссию. с врачом принимается решение, вопрос вообще ставится, вопрос о переводе на другой питерс после квадрибины или вообще что делать, если проявляется какая-то активность, как субоптимальный ответ мы называем, это, допустим, обострились, да, или появление новых очагов. Это говорит о том, что неполноценно сработал, да, препарат. Но в данном случае здесь возможно вообще рассмотреть проведение третьего курса, и это написано в инструкции. И это вы должны совместно с врачом решать, потому что, допустим, там маленький очажок или нелегкое обострение, да, вы действительно можете провести третий курс, чтобы добиться полноценной ремиссии. Но если у вас допустим, ну, флодрибин не полностью справился с задачей, да, достаточно активно идет процесс, то здесь, конечно же, идет решение вопроса о замене питерс перехода на другой высокоэффективный препарат. И на первую линию необходимо в основном не переходит, потому что флодрибин это иммунная реконституция, да, достаточно на долгий период времени убивает, ну, как бы, такой пол клеток, в том плане, тут не требуется постоянной иммуномодуляции, как при интерферон. Поэтому возвращение на первую линию здесь, ну, если, может быть, через какой-то период длительного времени, здесь появляется значительная активность, такая легкая активность, когда мы понимаем, что действительно может быть препарат в первой линии не справиться. Спасибо. Продолжение про квадрибин в части сроков. Указывается, что можно беременеть через полгода, а чем обусловлен этот период? Почему именно полгода? Как гарантировать то, что именно там через полгода или через какой-то другой период не будет проблем с беременностью? Ну, полгода это такой максимальный, причем я здесь помню, если вам вначале говорила о том, что, ну, это по поводу лактации, да, по поводу беременности, потому что данные о том, что происходит на фоне кладрибина, да, идет снижение определенных полуклеток и также может наблюдаться лейкоцитопения, и поэтому мы ее контролируем всегда назначением. Вот, и поэтому хоть и препарат достаточно выводится, ну, сейчас я вспомню, подождите, цифры по поводу выведения его, ну, даже там до двух суток, до двух суток, 48 часов он может выводиться, его как бы нету в наличных в том плане, это еще что касается лактации, да, когда я говорила, что через 10 дней после последней таблетки вы можете приступить к лактации, допустим, продолжить. Вот, но есть, как, у нас нет дополнительных данных, которые могут сказать, что можно беременеть намного раньше, и что это безопасно, потому что это может также приводить к антропометрическим изменениям показателей новорожденных, это может приводить к преждевременным родам, самопроизмольным выгодить, поэтому как бы еще полноценных данных нет по поводу именно, если раньше начинать беременность, поэтому лучше здесь соблюдать срок вот эти полгода после последней таблетки. То есть вот вопрос верифицированные данные по срокам безопасного возгновления безопасной беременности после кодрибин, это полгода, вот на эти полгода нужно ориентироваться. Полгода должна быть контрацепция как минимум, а после этого уже спокойно вы можете планировать беременность. Что делать, если после кодрибина и успешной беременности уже после родов начнутся обострения? Как в этом случае возобновлять терапию? После полгода? Ну вот она забеременела, родила и развилось обострение. Ну вот наверное это как раз тот случай, когда в зависимости сколько курсов вы сделали в том плане первый, потому что бывает все же студенты умудряются между двумя курсами беременеть. Полный курс два года. И после родов происходит обострение. Вот в данном случае я здесь рекомендую в зависимости от какого обострения, потому что тяжелое, легкое, если незначительное, то посмотреть когда эти два года были, если это сразу же после третий год вы забеременели, то здесь возможно рассмотреть как провести третий курс данного препарата. Если же обострение тяжелое, то тогда уже переход на другой питерс. Это как раз в том случае, если вы например провели третий год, то тут вы можете например возобновить лактацию после последней дозы через 10 дней, что очень удобно, но это еще раз говорю еще описывается. Так на фоне приема это не разрешается, это отсутствуют эти данные, точнее не отсутствуют, полностью еще пока не разрешается во время этого приема проводить грудное вскармливание. А если обострения не было, то какой-то терапии не требуется начинать произвольно? Нет, да, вы понимаете, у вас же уже прошел этот же курс, вот эти препараты монореконституции, они же на длительный период, не требуется постоянного введения препарата. Вы прилечились полноценно, допустим, у вас все хорошо, вы планово пошли на беременность, после беременности все хорошо, вы просто дальше планово наблюдаетесь, потому что препарат еще очень хорошо должен действовать. Вот, это в том случае, если все-таки активность процесса такая достаточно высокая, это тогда уже смена на другой препарат. Понятно. Вопрос, если действия некоторых в Питерс наступают через несколько месяцев терапии, а при скармении рекомендуется начинать терапию через полгода после родов, можно ли начать Питерс, например, через два месяца, то есть немножко пораньше, чтобы избежать обострения рассеянного склерода? В принципе, особенно есть у вас препараты, которые можно... Вообще, по идее, это хорошая мысль, потому что действительно вы себя, да, обезопасить, если начнёте терапию раньше, допустим, возобновить... Как правило, это длительный период у препаратов, ну, не только первая и вторая линии, да, в принципе, я согласна с этим, с этой мыслью, и особенно те, которые могут... препараты, ну, которые не проникают в грудной аппарат, вы тоже можете их использовать и даже сохранить релактацию. Спасибо. И мы движемся к завершению. Вопрос из чата пациентки консилиум из гинекологов и неврологов предложил не начинать после рода в грудной эскарме и сразу начинать терапию Питерса. До этого пациентка получала глотиромироацетат. Насколько это оправданная ситуация? Вот тут тоже, да, я же... Готиромироацетат это же не значит, что вы на нем прекрасно себя чувствовали, у вас не было обострений. И вполне возможно, что у вас на нем были достаточно, допустим, два обострения в год, и вы еще не успели перейти на другой препарат и забеременели. И тут, если у вас больше одного таких обострений недавно были, достаточно, ну, как бы, с инвалидизацией, то я бы, конечно, тоже советовала начать сразу терапию после родоразрешения. Но есть и такой вариант, что вы на терапию глотиромироацетат давно идете, у вас все прекрасно, год точно стабильный, как мы обсуждали, да, и вы забеременели, и тут возобновлять его, или вы можете вообще продолжать, как уже я говорила, да, и во время лактации, или же вы можете начать его вот тоже в середине грудного вскармливания, когда активность еще низкая, заболевание, но как раз успеет тоже подействовать к концу вот этих шести месяцев после родов. Но это в том случае, если у вас все благоприятно и благополучно складывается. Просто если консилиум, там, значит, непростой вопрос, мне кажется, если они так приняли решение. конечно, да, ну, я просто хочу подчеркнуть, что мы не знаем, к сожалению, полной картиной ситуации, вот, нас, Владимир отвечает на снах тех данных, которые у нее есть, это... Ну, предположительно, да, то, что я могу предположить, что это... рекомендации, которые лучше обсуждать с вашим лечением врачом. Ну, и последний вопрос на сегодня, касающийся вакцинации, вы говорили об этом, можно ли делать вакцину против вируса, попиомовируса человека на акрилезумабе? Если она инактивированная вакцина, то она вообще разрешается, но это, если честно, вот именно эту вакцину надо посмотреть, потому что я предоставляла те, которые перечислены, тут нужно посмотреть, насколько они разрешаются именно на акрилезумабе, потому что, если вспомнить мой слайд, да, там есть определенный срок по длительности, где акрилезумаб или акрилезумаб выходит, там, шесть недель, да, до, например, начала этой терапии, вот, поэтому здесь нужно глянуть именно по этой вакцинации, посмотреть литературу. Ну, и насколько она необходима, мне хотелось. Да, в первую очередь, да, вопрос показаний, почему, противопоказаний. Хорошо, Инна Савадин, большое вам спасибо за такой подробный комментарий, за лекцию, я напоминаю, что все лекции можно посмотреть на сайте фронт-меда, пожалуйста, пересматривайте, останавливайтесь, смотрите слайды, можно несколько раз сделать, и большое спасибо еще раз вам, что подключились, Савадина, спасибо вам, и всего доброго, до свидания. Спасибо всем, доброго вечера. субтитры, спасибо, спасибо, Продолжение следует...